всем привет это у меня орхидея ваниль вариагатная вот с такими вот вариагатными листочками очень хорошо очень быстро она растет цвести я думаю что в моих условиях она цвести не будет но все-таки такая лиана очень красиво листочки очень симпатичные и они прямо как такие пластмассовые снутруги. И видите, очень много воздушных корней. В том году я ее установила в такую посадочку, пересадила. Хочу немножко изменить ей посадку, не вынимая ее из грунта. Как бы корни здесь хорошо себя чувствуются. Чувствуют себя. Корни я прямо, знаете, так вот направляла. Брала воздушные корни и ее усаживала как бы так вот пониже и направляла их. И они чувствовали там влагу и росли некоторые туда. А те, которые не росли, видите, они засыхают, эти корни. Им нужно больше влаги. Они очень тоненькие и нуждаются больше влаги. Хотя видите, есть такие, которые все-таки гниют от обилия влаги. Хотя у меня здесь во втором кашпо нет воды. Просто керамзит лежит. Ну такой вот влажный. Что я хочу сделать с этой орхидеей? Сегодня я хочу сделать черенкование. Отрезать два или три мошпы черенка. Такая орхидея стоит достаточно прилично. орхидея ваниль. Поэтому решила ее зачеренковать и немножко заняться таким бизнесом. Ну что, давайте попробуем сделать это сейчас. Как всегда, нужно обработать инструмент, продезинфицировать, которым мы будем резать нашу орхидею. Черенки. Я продезинфицирую спиртом. Вот. И, конечно же, нам нужно орхидею распутать. Видите, она обрывает палочку. Я сейчас буду аккуратно, не знаю, распутывать ли ее, показать, какая она есть, длина, или просто посредать сразу черенки. Ну, давайте будем смотреть. Что еще хочу посадки? Снять просто верхний слой мха. А тут очень много держателей, зажимов. Я ее прикалывала туда, пониже к грунту, чтобы она корнями устремлялась к влажной влаге. Вот так скажу. Так. Вот это мы сейчас у тебя уберем и покажем всем, какая выросла у тебя коса. Конечно, в домашних условиях ну, да, будет расти лиана, но такой огромный, как если бы она росла в природе, скорее всего, она не вырастет, опутывая рост. Листики, видите, здесь мельче, а потом крупнее идут. Это из-за того, что она стояла у меня далековато от цвета. И поэтому я ее поставила на окошко с естественным освещением, чтобы она видела солнышко и она стала лучше себя чувствовала. Ага, я поняла. Знаете, почему запуталась? Именно потому, что я корнями ее в грунт направляла, поэтому вот первая петля такая вокруг кашпу и она ушла в грунт. и вот такая вот длинная-длинная ветка. Сколько здесь? Наверное, метра полтора будет ли она такая вот выросла за год. Обрезать там, где живые хорошие корни, не сухие, потому что сухие они уже не восстановятся. а брать такие вот между узля, где живые корни. Вот тут вот, наверное, я обрежу ее. Вот так. Ой, извините. Вот так. Вот. Ну, то есть она черенкуется так же самое, как и любая лиана, любая, допустим, хоя, да? Вот остается у меня такое. растение. В принципе, наверное, примерно такая она у меня была, когда появилась. И вот такая лианочка у меня отрезалась. Метр точно здесь есть. И ее тоже сейчас обрежем ее на черенки. Сделаем вот тут разрез. По три узла, я думаю, будет достаточно. Даже здесь четыре раза, раз, два, три, четыре узла. И, наверное, сделаем вот здесь вот так вот два. Посмотрим, какой лучше и быстрее приживется. Видите, листочки маленькие, это вот буквально, может быть, за месяц полтора выросла она. Можно было бы здесь, да, обрезать. но я боюсь, что может попробовать. Давайте попробуем. Здесь вот так вот еще сделаем отрез. Три маленьких роста и один вот такой вот длинный, потому что здесь мало корней. попробуем вот так вот их укоренить. На дно я хочу постелить, так как видите, корни прорастают сквозь дно, то, чтобы закрыть дренажное отверстие, хочу такой кокосовый коврик разрезать на четыре части и застелить дно этих горшочков. Так вот, это будет выглядеть, то есть воздух будет проходить и вода тоже сквозь это волокно кокосовое, но корни, надеюсь, ну вот тут только что, да, вот эта дырка, что-то придумаю с ней. Надеюсь, не будет уходить. Я сделала срез и вот здесь выделился сок. Понятно, что нам нужно подсушить срезы орхидей. Я для этого буду использовать корицу. А вам нравится сочетание запаха корицы и ваниль в выпечке в кулинарии? Так вот, насыпала на салфеточку и буду просто так примакивать. Видите, оно прилипает, потому что выделяется сок и корица имеет такие подсушивающие свойства, прижигающие она прижигает и дезинфицируется одно, а еще имеет очень много витаминов в своем составе и обладает как раз теми свойствами, которые помогут орхидеи быстро укорениться. Думаю, на этом нужно срезать вот этот листочек, он будет мешать идти в посадку к корням. И тоже этот срез тоже присыпем корицей. То есть это получается самый верхний, видите, этот кончик растущий с листочками. С одной стороны вот такой корешок тут очень красивый, толстенький. надеюсь на него, что он пойдет в рост. Ну и так каждый черенок с двух сторон, там где есть срезы, ашкапает сок. Цепим корицей. Напишите, кто в Украине. В Украине я могу по почте или если вы живете в моем городе, можем связаться и могу вас тоже наделить такой красотой. Конечно же обязательно присыпем срез на материнском растении. Я хочу убрать верхний слой мха выбросить, поменять его на свежий мох. У меня есть свежий мох сухой сфагнум, хотя он не совсем сухой, он с такими зелеными растущими шапочками. Срежем заодно сухие корешки, чтобы они не портили нам вид. Добавить сюда в грунт, немножко его обогатить полезными веществами и добавить серамис в грунт. Просто рассыпем, засыпать немножко коры свежей сверху. и положу сейчас мох. Вот такой вот мох, хороший, длинный. Надо его уложить, чтобы корни чувствовали влагу и росли к влаге, которая содержится благодаря этому чудесному мху. Вот так. Опять я вот эту лиану, видите, здесь вот молодые корешки растут, я ее так опускаю горшком и здесь пристегиваю к самому горшку, чтобы она корнями прорастала внутрь кашпо. Где тут еще есть корешки и вот этот тоже, да, надо закрепить, чтобы не болтался. Вот. Остальные корни и так идут в посадку. корни были сухие, я срезала. Теперь начнем посадку наших будущих ванильных орхидей. Понятно, что этот грунт должен быть влагоемкий, поэтому кору я беру мелкую тракцию, добавляю сюда кашминки все равно все, в каждый кашпо. А сверху уложу так, чтобы плаваю одно, а сверху уложу мух. влажный, он не сухой, он не мокрый и не сухой, влажный, не явно намачиваю, он ко мне такой пришел, и он держит влагу достаточно долго и хорошо. И вот теперь на этот влажный мух сверху я положу черенки орхидеи, так, чтобы корни устремлялись. Я не буду заглубливать, так вот просто закреплю, вот видите, вот корешки, вот так поставлю, а корни они сами будут чувствовать, что там есть влага и будут туда прорастать. Вот так, тоже закреплю их зажимами к самому коршку, а корни направить к мху. таким образом. И корни будут идти туда в посадку. Вот сделаем такой, как бы, да, такая мини-тепличка, а потом, когда корней будет больше, они вырастут, и тогда можно будет увеличить здесь объем коры. Следующий черенок, например, вот этот. вот так просто положу, даже, видите, и пока поливать не буду, а буду каждый день сбрызгивать мох, чтобы мох был влажный, чтобы не было там болота или лужа стояла, просто чтобы был влажный мох и корни прорастали в мох. Как я уже сказала, эта орхидея, она такой скоростной рост показывает, очень быстро растет, и тем более сейчас благоприятное время для укоренения, для роста растений. Самое главное, чтобы срез зажил, подсох и не попала никакая инфекция. Это будет тяжелее всего это уложить. Сейчас мы закрепим здесь с помощью зажимов. Не хочется срезать эти красивые листочки. Вот так. А хочется, чтобы они продолжили рост. горшочек. Вот так. Мы с вами сегодня в этом видео укореняли орхидею ваниль. жду ваших комментариев. Возможно, у вас есть какие-то пожелания или предложения. Кто-то из вас уже проводил такие эксперименты и такое укоренение. Или кто-то может хочет заиметь такую орхидею в свою коллекцию. пишите. С удовольствием буду читать ваши комментарии и отвечать на них. Желаю вам как всегда мира, здоровья и добра. Всем пока.